Возможно ли это? Или невозможно? Конечно, да! И вот то, что мы технологически находимся во многих отраслях на достаточно низком уровне, это, кстати говоря, может быть хорошей предпосылкой для того, чтобы перепрыгнуть сразу через несколько этапов, так, как это делали другие страны. Вот смотрите, я вот сейчас был, возьму социальную сферу. Вот ездили мы в Тензу смотреть вновь открывшийся высокотехнологический медицинский центр. И специалисты, которые туда приехали работать, а это одна треть местных специалистов, одна треть приехала из Москвы, одна треть из Петербурга. Причем люди приехали, потому что им интересно. Они уже не очень молодые, но еще далеко не достигли какого-то пожилого возраста. В самом расцвете сил специалисты. Классные. Приехали. Почему? Интересно. А почему интересно? Техника такая, которая на рынке Европы есть, но в медицинских учреждениях европейских стран, в том числе и у производителя в Германии, почти еще не поступает. Там нет еще цикла замены. А у нас уже есть. То есть у нас и в других отраслях, и в сфере производства, когда вот мы сейчас выстраиваем, скажем, налоговые стимулы для перевооружения производства, у производителя есть шанс переоборудоваться по самому современному, в слову, технике. Закупить самое передовое, самое лучшее, самое эффективное. И это, конечно, даст шанс резко повысить производительность труда. А то, что это могут сделать только люди образованные и здоровые, говорит о том, что нам просто жизненно необходимо вкладывать деньги, ресурсы в здравоохранение и образование. И вот если мы подойдем к решению этого вопроса комплексно, а не будем просто лозунгами бросаться, то мы обязательно эту задачу решим. Вот знаете, что, я не помню, что ли, эти шуток середины 80-х. Вместо объявленного ранее коммунизма в Москве состоятся Олимпийские игры в 1980-м году. Очень хорошо помню. Но то, о чем мы говорим сегодня, основано не на пожеланиях, а на реальных расчетах и анализе текущего состояния российской экономики и перспектив ее развития на среднесрочную и более отдаленную перспективу. Андрей Иванович, вы так страшно смотрите, пожалуйста. Добрый день. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Я вот тоже хочу спросить насчет вашего плана до 2020 года, вернее, плана, который вы обнародовали. А вот Дмитрий Медведев завтра в Красноярске, возможно, обнародует, как известно, план на 4 года. Не может ли случиться так, что эти два плана вступят к непримиримой противоречии друг с другом? Мне кажется, это не риторический вопрос. И еще один не риторический вопрос я хотел вам задать. Где-то в начале 2000 года вы отвечали на наши вопросы, когда работали его президенты. В результате появилась книжка «О первого лица». И вот очень хорошо я помню, как вы сказали, это приятное чувство ответственности. Вот я уже понял из того, что вы сказали в начале этой пресс-конференции, что вы не цепляетесь за власть. Но, тем не менее, вы можете повторить эту фразу сейчас, через 8 лет? Вам власть надоела или вам понравилась? Спасибо. Вы знаете, вы сейчас сами сказали о чувстве ответственности. И иногда, ну, вспомнили об этом. И эта ответственность иногда является достаточно тяжелым бременем. Потому что приходится принимать решения, которые кроме тебя принять никто не может. И они далеко не всегда являются очень приятными. И, конечно, как любой человек, я переживаю за это. Эти решения связаны с самочувствием, благосостоянием миллионов людей. А иногда и с жизнью конкретных граждан Российской Федерации. И никто не может принять этого решения. Начальников много, а конечное слово – за главой государства. И это, конечно, груз такой моральный, нелёгкий. Но это касается не только президента Российской Федерации. Это касается главы любого государства. И маленького, и большого. А вы думаете, Бушу легко? Вот вы смеётесь, да? А, между прочим, это огромное государство с огромной ответственностью в мире. Надо прямо сказать, даже больше, наверное, чем Россия. Потому что возможностей у страны больше. И когда ему приходится принимать решения одно, второе, и внутри страны, и за границей. Это же, как бы там кто ни советовал решения за ним, они могут быть спорные. И мы часто не соглашаемся с некоторыми из них. Но это непростой процесс. В том числе эмоциональный. Поэтому я... Вот это чувство ответственности меня никогда не покидало. И больше того, в своей практической деятельности я прежде всего руководствовался этим чувством ответственности перед собственным народом. И мне кажется, что вот такой способ решения и социальных вопросов, и вопросов в сфере безопасности, он меня ни разу не подвёл. Первая часть вопроса, не будет ли там противоречия. Но вы знаете, что, как бы там ни говорили о том, что у нас политический ландшафт так причесан, всё-таки мы с вами прекрасно понимаем, есть политические силы, которые не согласны с тем, что мы делали за последние 8 лет, не согласны с нашими планами на ближайшее развитие. Хотя мне очень, если так посерьёзно посмотреть на всю критику, я не вижу, что она носит какой-то конструктивный, глубокий характер. Никто ничего более существенного, реального не предлагает. Тем не менее, это и есть. Но и мы прекрасно понимаем из Дмитрия Анатольевича, что одна из линий атак будет и в личном, и в межличностном плане, и в политическом, и в экономическом всё время попытка будет на том, чтобы найти какое-то различие в наших подходах. Должен сказать, что различия всегда есть. Но за более чем 15 лет совместной работы мы привыкли друг другу слушать, слышать. И более того, будучи президентом, я никогда не считал для себя зазорным прислушаться к мнению специалистов. И достаточно часто, поговорите вот с членами Совета Безопасности, с которыми я встречаюсь еженедельно по субботам, я достаточно часто корректирую свою первоначальную точку зрения под влиянием мнения своих коллег, которые я уважаю. Если я нахожу его правильным, конструктивным, обоснованным. То же касается взаимоотношений с Дмитрием Анатольевичем. То, что он подготовил в качестве своего выступления, и то, что будет изложено в его речи в Красноярске, является продолжением, по сути, той стратегии, которая изложена была мною на расширенном заседании Госсовета. И его выступление будет дополнять, конкретизировать, развивать эти предложения по развитию страны не на ближайшие 10 лет, а на ближайшие 4 года. Так что это не отступает в противоречие одно с другим, а наоборот. То, что будет излагать Дмитрий Анатольевич Медведев, будет дополнять мое выступление.